Всем привет! Мы из ОМЗАП. Хотим снять видео по замене цепей ГРМ на вот этом грандике с мотором Д4ЦБ. Это Евро 5 с топливной системой Делфи. Пробег уже 274 тысячи и нужно заменить цепи ГРМ. Так как они уже загремели, поэтому будем производить и показывать, что как снимать. Перед этим мы замерили давление. Давление 1,8. Давление 1,8, то бишь это допустимое давление масла. Олег будет производить у нас золотые руки, Олег Механик будет производить работы. Мы подняли автомобиль. Что в первую очередь делаем? Сливаем масло с картера. Вот у нас слюная пробка. Сливаем масло. Отсоединяем вот эти два шланга. Это идет охлаждение коробки автомата. Их нужно тоже отсоединить. После того как слили масло, снимаем поддон. На этом автомобиле производится первый раз замена цепей. С пробегом уже 240 тысяч. Но мы рекомендуем менять на 130. Потому что бывает, что и цепи рвутся раньше. Если их не менять, они рвутся. После этого с двигателем проблемы происходят. Задиры во вкладышах, потому что стружка попадает. Стружка отсутствует. Маслозаборник. Маслозаборник тоже чистый. Это хорошо. После того, как слили масло и сняли картер, снимаем бампер. Снимем бампер. Затем телевизор. Предварительно слив антифриз. После того, как сняли телевизор, сейчас будем снимать интеркулер. Только для того же, для удобства, чтобы он нам не мешал, мы его снимем. Заодно его помоем, потому что он здесь грязный, забитый. Соты забитый. Нужно помыть, чтобы охлаждение воздуха было хорошее. Что тут состояние роликов у нас не будет? Два шумит, слышно. Надо менять. Вот тоже есть звук. Вот этот сильно шумит. Нужно произвести замену роликов. Сейчас снимается верхняя крышка цепи ГРМ. Так вот. Что мы видим здесь? Вот натяжитель, гидронатяжитель. Шток уже вылез на большое расстояние. Если новая цепь, она примерно бы стояла. Примерно вот так было бы. Уже растянутая цепь. Сейчас нужно выставить меткину. Здесь на шкиву будет риска. Вот меточкой, вот риска, вот точка. Это означает, что у нас коленвал в верхней мертвой точке находится. По топливному насосу, вот звездочка топливного насоса, вот эта точка должна смотреть вот на этот болт. И шестерни распредвалов, вот риска, вот риска. Они должны совпадать вот с этими метками. Вот стрелочка и вот стрелочка. Теперь будем снимать натяжитель, успокоители, откручивать звездочки и верхний успокоитель. Вот верхнюю цепь сняли. Затем будем снимать заднюю крышку. После снятия задней крышки, обращайте внимание на вот это уплотнительное колечко. Ну, чтобы не потерять его. Плюс просадку надо посмотреть. Если выступает, то его можно не менять. Если оно уже заподлицо, желательно сменить его. После того, как сняли верхнюю крышку, снимаем нижнюю крышку. Вот эти болты откручиваем по кругу. Это удалили старый сальник коленвала. Будем ставить ногу. Теперь откручиваем болт балансировочного кола для того, чтобы снять цепь. Теперь нужно открутить гайку на шестерни топливного насоса. После того, как гайку открутили, установим съемник трехлапчатый, чтобы снять звездочки. Проверяем люфт вот этой звездочки. Это привод второго балансировочного вала. Проверяем люфт, чтобы не люфтило. Там есть бронзовая втулка вот здесь. Ее бывает разбивает. Приходится менять. На этой крышке все хорошо. Теперь нужно все вымыть и производить установку цепи ГРМ. Продолжаем наше видео. Мы подготовили комплект цепей. Все отмыли. Место отмыли. Сейчас будем устанавливать и показывать, как выставить метки. Это успокоитель средней цепи. На звездочке есть метка. Две точки. На цепи есть метка под звездочку. Эти два звена идут на балансировочный вал. Вот точка. И на ТНВД тоже. Так, вот совместили мы метки. Вот эти две точки вот совмещаются с этими двумя выступами. Теперь балансировочный вал ставится точкой между вот этими двумя звеньями. И ТНВД тоже вот точка, звено и вот эта выемка. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА На нижней цепи совмещаем метку тоже вот. На звездочке колена метка совмещается. И на балансировочном валу тоже стоит точка, метка и стрелка. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Вот это все должно соответствовать. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Сейчас нужно затянуть болт балансировочного вала. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Его нельзя забывать затягивать. Потому что он бывает выламывает крышку. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Если забудешь болт затянуть, то он выкручивается и вот здесь выламывает. В этом месте. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Крышку и начинает течь масло. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Такие случаи уже были. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА После того, как все затянули успокоители, балансировочный вал, гайку насоса, выстреливаем гидронатяжители. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Все, теперь можно ставить крышку. Перед установкой нужно обезжирить. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Далее устанавливаем верхнюю цепь ГРМа. Тут мы уже все подготовили. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Также на верхней цепи есть три метки. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Раз, два, три. То есть это на топливный насос идет, а это на распредвовой дверь. Раз, два. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Все, установили мы верхнюю цепь. Теперь мы видим, что натяжитель, выступ натяжителя небольшой. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Так как при растянутой цепи выступ был больше. Примерно на полсантиметра, я думаю, было. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Ну, все. Сейчас закроем верхнюю крышку. Предварительно надо будет обезжирить вот здесь стыки соединения вот эти все. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА И закрываем крышку. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Продолжаем наше видео. Сборка двигателя завершена. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Поменяли масло. Сразу же после замены ГРМ нужно менять масло. Залили свежее, поменяли масляный фильтр. Теперь нужно закачать масло. Как это сделать? Отсоединяем форсунки. Вот. Здесь мы уже их отсоединили от каждой форсунки по фишке. Теперь нужно стартером прокручивать двигатель, чтобы закачать нам гидронатяжители. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Давление потухло. Не тухнет давление. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА На Европятом тяжело закачать масло. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Стуг исчез, масло закачалось. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Хорош. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Теперь фишки одеваем обратно. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Теперь можно заводить. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Завели двигатель. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Работает отлично, никаких шумов, ничего нет. Все, Олег, глуши. Сейчас будем устанавливать телевизор, заливать антифриз. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Работа по замене ГРМ у нас завершена. Ушло у нас времени 4 часа на все это. Антифриз залили, проверили работу двигателя. Все хорошо. На этом будем заканчивать. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. До новых встреч! ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова